Леди Свин и Мистера Икс 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 Дав отдельным частям высохнуть за ночь, рабочие проверяют гибкость конечности. Затем они соединяют нижние конечности с туловищем. Металлический скелет выходит за пределы стопы, чтобы манекен можно было крепить к полу в витрине. А вот сцена достойная фильма ужасов. Используя электрический нож, рабочий отсекает 6 сантиметров с лицевой части головы. После этого к ней крепится пластиковая маска. Для этого используется клей на растворителе. Маска должна приклеиться прочно. Затем манекен покрывает ровным слоем клея телесного цвета на водной основе, после чего осыпает порошком из крошечных частиц ткани флоком. Покрытие сохнет 12 часов, после чего манекен приобретает защитную огнеупорную кожу. Эта фабрика выпускает манекены с 18 цветами флокового покрытия, начиная с оттенков кожи и заканчивая яркими цветами. Прежде чем Леди Свинк выйдет в свет, ей нужно сделать макияж. Нанести порошковый краситель на губы и щеки, и краску на водной основе на глаза, ресницы и брови. Затем надеть парик, и готово. Она готова идти на свидание с мистером Икс.